Российские войска усилили обстрел тех территорий Луганской области, которые по сей день остаются под контролем ВСУ. Такими данными делится Луганская областная военная администрация. Кроме того, сейчас активные бои идут и в районе Часовьяра, это уже Донецкая область. Это направление остается приоритетным для российских войск, говорят украинские военные. Они также добавляют, что, вероятно, у путинских вояк есть приказ взять город любой ценой. Судя по картам Дипстейт, войска уже максимально приблизились к городу. Украинские разведчики показали, как выглядит Часовьяр после постоянных обстрелов с российской стороны. Детальнее об обстановке на линию фронта мы поговорили с полковником запаса ВСУ и военным экспертом Владиславом Селезневым. Наиболее сложная ситуация на восточном фасе российско-украинского фронта, соответственно, речь идет я очень про Донецкую область, но частично про Луганск. То есть северское направление, направление на Краматорск, Покровское направление и Кураховское остаются крайне сложными участками фронта. Россияне давят. Давят, используя свое преимущество в артиллерии, колоссальное преимущество в авиационной компоненте, продвигается вперед. Продвижение не настолько масштабно. 100, 200, 300 метров в сутки. Это уровень тактический продвижения российских войск, но тем не менее тенденции весьма тревожны, ведь противник таким образом формирует пасдармы. Пасдармы с целью полной оккупации всей Донецкой области. Именно с этой политической миссии начиналась так называемая специальная военная операция в феврале 22-го года. В настоящее время противник все еще имеет преимущество по основным средствам огневого поражения, хотя такое возможности для россиян постепенно закрывается, потому как украинские артиллерии получают все больше и большее количество артиллерийских боеприпасов. Думаю, что ситуация на поле боя будет определена, предопределена в ближайшие максимум две недели. Как только украинская армия будет получать в товарных количествах артиллерийских боеприпасов, скорее всего ситуация будет стабилизирована и выйдет на так называемую оперативную паузу. Почему это необходимо россиянам? Они сейчас задействуют на разных участках фронта в том числе свои стратегические резервы. Это значит после их потери они реально теряют огромное количество, ежесуточно, и лечить составы бронетехники и вооружения, россиянам необходимым будет определенный период времени, возможно 4 недели, возможно до 8 недель для того, чтобы восстановить свои силы и средства для дальнейших продвижений. Поэтому я думаю, что нам следует крайне внимательно наблюдать за сильными действиями российских оккупантов, как на восточном фасе российского краевского фронта, так и я бы обратил внимание нашей аудитории на вероятные действия российских оккупантов на юге Запорожской и юго-западной части Донецкой властей. Там рассеяние немало количество ресурсов. Наша разведка сообщает о том, что мариупольский торговый порт активно используется для приема грузов военного назначения. Это значит, что россиян накапливает ресурсы для того, чтобы их трансформировать в какие-то территориальные предприятия. В другом случае, лето не только жаркое по погодным условиям, но и по динамике, которая в настоящее время происходит на поле боя. Франция может выйти из Евросоюза, а военную помощь Украине, вероятно, урежут. Негативные сценарии того, что может ожидать страну в ближайшем времени, озвучил нынешний премьер-министр Франции. Своё заявление он сделал в преддверии досрочных парламентских выборов в стране, где к власти могут прийти ультраправые силы. Жордан Барделла предлагает частично профинансировать свои невыполнимые обещания за счет сокращения нашего вклада в Европу. Одним словом, это начало Фрекзита. На следующий день после выборов, если победит национальное объединение, также произойдут некоторые очень серьезные изменения, последствия которых каждый должен осознать. Это в том числе означает и конец значительной части поддержки Украины. Франция, к слову, оказывает значительную военную поддержку Украине. Париж поставлял Киеву и управляемые авиабомбы, и дальнобойные ракеты «Скальпа», также известную Сау-Цезарь. И это лишь некоторые единицы из большого перечня того, что передавала Франция. О заявлениях, которые сейчас звучат в Париже, что действительно может измениться на поле боя и в поставках для Украины, если французы выберут нацобъединение. Этот вопрос мы также обсудили с нашим экспертом. Франция находится в десятке стран мира, которые оказывают нам серьезную материально-техническую поддержку, но мы должны с вами понимать следующее. В контексте возможного прихода к власти во Франции утроправых. Предвыборная дискуссия и риторика не всегда отображает в дальнейшем действия представителей тех или иных политических сил и партий, когда они становятся членами правительства той или иной страны. Поэтому я достаточно сдержанно воспринимаю вариант о том, что, мол, если ультаправо в праве в власти все объемы воинтехнической поддержки для муфт украинсками будут сокращены и программа будет полностью свернутой. Нет. Вспомним вот кейс прихода к власти в Нидерландах, ультрафлава, ультаправо. Тогда предвыборная дискуссия лидера политической силы Нидерланда, четко свидетельствуют о том, что они держат курс на выход из Европейского Союза, они держат курс на то, чтобы максимально сократить материально-техническую поддержку Украины. Но состоялись выборы и дискуссия, и тон заявлений политиков от ультаправо партии значительно изменился. Я думаю, что и в случае прихода к власти во Франции интерплава права, то на дискуссии будет изменен. Ведь де-факто сейчас украинская армия обеспечит не только периметр безопасности на территории нашей страны, де-факто украинская армия создает возможности для подготовки коллективной Европы к будущему противостоянию с российской армией. Разные оценки звучат. Кто-то из заявленных политикам говорит, что у них есть два года, немецкие политики заявляют, что примерно шесть лет есть у коллективной Европы, чтобы качественно подготовиться к будущему противостоянию с армией Российской Федерации. Так вот, эти самые временные промежутки тут и сейчас обеспечивают наши войны, ведя оборонные действия на севере Харьковской области, на Юге, Запорожской, на восточном фланге Российско-Украинского фронта. И я не думаю, что в этом отношении французские правые готовы будут стрелять себе в ногу, ради того, чтобы реализовывая свои определенные предвыборные обещания, полностью сворачивать кейс военно-финской поддержки действий украинсками. Субтитры создавал DimaTorzok